Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария и рада приветствовать вас на своем канале. Хотелось бы сразу извиниться перед моими подписчиками за мое долгое отсутствие. К сожалению, я болела уже второй раз в этом году, но надеюсь, что все, я уже, скажем так, приобрела какой-то иммунитет, больше болеть не буду и будет у меня достаточно времени, чтобы появляться на канале, потому что, честно, я соскучилась по вам, по общению с вами, по разговорам о косметике, поэтому давайте скорее начинать. Тема сегодняшнего видео это дорогие продукты, которые не стоят вашего и моего, как оказалось, внимания. То есть это те продукты, которые относятся к профессиональному, более дорогому или люксовому сегменту, и они разочаровали меня просто, просто разочаровали меня. Честно говоря, не знаю, как для вас, но я думаю, что, в принципе, ситуация такая же, но для меня купить средство, допустим, за тысячу, ну, и чтобы оно мне не понравилось, честно, меня, конечно, внутренний жаба мне потом весь мозг съест, просто потому что, ну, честно, полторы, ну, тысяча-полторы тысячи, если они выкинуты просто в мусорку, то это как-то, ну, реально не очень хорошо и неприятно. И хотелось бы начать, наверное, с продукта, которому я имею меньше всего, скажем так, каких-то негативных своих впечатлений. И это база от Герлен, Метеориты. Честно говоря, я даже любила какое-то время эту базу, и, наверное, я не то что предостерегу кого-то от покупки, но ситуация какая, что у меня тут совсем чуть-чуть на это не осталось. Во-первых, чем, скажем так, ближе к концу, тем тяжелее достать вот эту базу из упаковки. То есть где-то вот уже на последней трети она, честно, начинает вот эту вот, скажем так, как помпа, она начинает как поливаться. Это не очень удобно, потому что вы пытаетесь достать что-то из упаковки, у вас вот эта вот самая база, она летит, допустим, не на руку, если вы, ну, то есть вы хотите на руку сначала нанести, потом уже на лицо. Она летит там чуть ли не в другой конец комнаты, это очень неудобно собирать там где-то базу, все это вытирать, выкидывать, потому что, честно говоря, она такая силиконистая, и потом это место становится липко-скользкое, это очень неприятно. А если это на одежду улетит, то, естественно, вещи нужно будет стирать. Далее, следующий аспект. Мне она нравилась первое время, скажем так, но как раз-таки к концу упаковки. В упаковке она как будто бы поменяла свои свойства. То есть раньше она подсвечивала кожу, красиво ложилась. Сказать, что с ней макияж дольше держался я тоже не могу, но она никак как бы не влияла на макияж. Но, скажем так, со второй половины упаковки я заметила, что она начала плохо влиять на, скажем так, на тональный крем. То есть она перестала дружить со многими моими тональными основами. То есть они начинали хуже держаться на данной базе. Они через какое-то время начинали прям вот как сходить кусочками. Мне это очень не нравилось, и поэтому я уже не знала, как добить эту базу. Я как бы сначала не поняла, что дело именно в базе. Но потом, когда экспериментировала, смотрела, как с этой базой работают различные тональные основы, я поняла, что дело именно в базе. Так что, девочки, честно говоря, я считаю, что может быть стоит поискать какой-то более интересный аналог светоотражающей базы. Я думаю, что я сама попробую Clorance. Так как все-таки неоднозначный для меня продукт, я думаю, что в следующий раз я не куплю, потому что база достаточно дорогая, и, грубо говоря, она меня устраивала. Первую, скажем так, половину нашей совместной жизни. Возможно, дело в том, что сроки годности поджимают. Я, к сожалению, не могу ничего сказать по этому поводу, потому что у меня коробка уже бог знает где. Я думаю, что на помойке. Следующий продукт, который также мне нравился в начале использования, но, к сожалению, я пришла к выводу, что продукт не стоит своих денег. Это карандаш от Smashbox Brutech To Go. Карандашик вот такой вот заостренный. Тут почти ничего не осталось. Карандаш реально классный, скажем так. Он мне очень нравился. Вот я его уже не могу закрутить. Вот как-то надо его вот так забить. Карандаш удобный. Им удобно прорисовывать брови, им удобно заполнять брови. Брови выглядят очень хорошо. Он достаточно стойкий. Если, скажем так, не задевать брови, то они никуда не денутся. В течение дня останутся с вами. Неводостойкий продукт, но он и не заявляется таким. Огромный минус для этого карандаша, который стоит, по-моему, порядка 1000-1200 рублей по карте золотой Ревгоша. Огромный минус то, что карандаш, грубо говоря, где-то за месяц, может быть, полтора, закончился у меня. То есть там вот грифель очень-очень маленький, и он очень быстро заканчивается. То есть я считаю, что карандаш на месяц за, грубо говоря, 1000-1200, где-то так, это дорого, это безбожно дорого. И само качество карандаша, оно, честно говоря, не, скажем так, не оправдывает свою стоимость. Но еще, скажем так, добавление к тому, что, кстати говоря, оттенок у меня был брюнет, по-моему, это очевидно, так как я темненькая. Помимо этого, помимо того, что карандаш очень быстро закончился, с другой стороны здесь есть гель. Я как бы, как сказать, я не очень подружилась с ним изначально, то есть мне почему-то он не нравился. Объясню почему. Потому что вместо того, чтобы закрепить брови, то есть он не закреплял никак брови, то есть они никак не фиксировались. При этом, когда вы наносили этот гель поверх уже на накрашенные брови, на прорисованные брови, они как-то размазывались. И бог бы с ним, если бы они как бы аккуратно растушевывались, они реально как-то размазывались. Приходилось поправлять контур, чтобы он как-то вот не уходил не туда, какими-то полосками непонятными. То есть гель абсолютно не продуман. Именно, то есть его взаимодействие с карандашом не продумано. Причем не только с данным карандашом. Я бы пробовала использовать этот гель поверх на обычные, на ненакрашенные брови. Он тоже практически никак не работает, потому что он прозрачный, он их не окрашивает, никак не закрепляет, формы никакой приличной не придает. То есть абсолютно бесполезен сам по себе. Но поверх теней, поверх этого карандаша, поверх карандаша от L'Oreal, он тоже не работает. То есть он только размазывает картинку, все это становится очень неопрятно и некрасиво. Так что тоже не советую данный карандаш. Следующий продукт, честно говоря, он возглавил просто мою личную копилку продуктов, которые я вот не взлюбила, возненавидела, которые мне очень сильно подпортили жизнь. Значит, это дезодорант от компании Calistar, 24 часа, он как с роликом таким вот, с oat milk, oat, это, по-моему, овес. То есть вот такой вот кремовый дезодорант. Здесь, по-моему, 75, да, 75 мл, то есть большой объем. В принципе, одни плюсы пока что. Фирма достаточно, а он также без алкоголя, то есть он подходит для чувствительной кожи, и можно пользоваться сразу после бритья. Он не вызовет никакого раздражения, никаких ошогов, никаких неприятных ощущений. Ну вот, грубо говоря, я вам перечислила все плюсы, и весь такой положительный сфиксторон дезодорант, антиперспирант, чем же он мне не понравился. Честно, я человек, который не испытывает, в принципе, проблем с дезодорантами, антиперспирантами, запахом пота особо, потому что я человек не потливый, вот, я чаще мерзну, чем мне становится жарко. Но дело в том, что данный дезодорант, он не то чтобы не... Господи, он аж упал. Он не то чтобы не предохраняет от запаха пота, он более того провоцирует, во-первых, потоотделение, во-вторых, он не, скажем так, при большом потоотделении, он не маскирует запах этого пота, и самое, скажем так, неприятное из этого всего, он оставляет пятна на одежде, которые очень тяжело отстирать. Таких пятен на одежде, к сожалению, в моей жизни не оставлял даже самый дешевый дезодорант. По-моему, у меня были такие же проблемы с дезодорантом от Фаберлик, и даже дезодорант от Фаберлик отстирывался намного легче, чем пятна от данного продукта. Он отвратительный, он абсолютно не работает. Я боюсь представить, что он делает с людьми, которые действительно испытывают проблему с потоотделением. Мне кажется, это вообще полный провал. Так что, девчонки, честно, берегитесь отвратительный. За свою цену он отвратителен вдвойне. Следующий продукт, также, к сожалению, мне не понравившийся, это гидрофильное масло от Arno. Это марка, представленная в Литуале. То есть, это французская марка, значит, средство, это масло очищающее с экстрактом камелии. Оно очищает, увлажняет, питает, смягчает. Здесь 145 мл, то есть, в принципе, упаковка маленькая достаточно. Стоило оно, по-моему, около тысячи. Вот так вот. Продукт, честно говоря, всех гидрофильных масел, это худшее гидрофильное масло, потому что оно достаточно посредственно очищает кожу. То есть, я думаю, что какой-то серьезный корейский BB-крем эта вещь не смоет. То есть, все останется у вас в порах, будет там как-то взаимодействовать с кожным салом, и все это очень плохо закончится для вашей кожи. Что сказать по поводу каких-то макияжей? Серьезные макияжи мне было очень тяжело смыть. То есть, какие-то варианты с подводкой, с каким-то смоки, практически невозможно с первого раза смыть данным средством. Оно делает вам такой эффект панды. То есть, в принципе, вы можете сделать макияж, потом начать смывать этим средством, и так идти на Хэллоуин или на какую-то еще там вечеринку тематическую. Будьте там либо пандой, либо мертвецом, либо еще кем-нибудь, кому вот такие вот круги идут некрасивые. Вот. А так вообще отвратительно в этом плане средство. Плохо смывает макияж, и также оно вставляет жирную пленку. То есть, как бы со всех сторон какой-то косяк. Абсолютно мне не понравилось, не советую. Следующий продукт, который у меня очень-очень давно, и я, наверное, его выкину. Все-таки как-то я не смогла им пользоваться, я его не поняла, не приняла, и как-то вот... Итак, это сыворотка от Clorance. Это была мини-версия, 15 мл. Попалась мне в наборе в каком-то. Это сыворотка двухфазная интенсивная из серии Multi-Gidrotant. Значит, она борется с обезвоженностью, с сухостью. Она похожа на такую голубенькую маслицу, которая... То есть, она с кремом у меня не работала почему-то. То есть, крем поверх нее наносить, это очень было какое-то тяжелое ощущение на коже. Как-то это как пленка была, которая не впитывалась, абсолютно все это оставалось на коже. Мне было очень тяжело. То есть, если, допустим, наносить это днем, то после данного средства плюс крема вы не нанесете уже нормальный макияж. У меня это не получалось. Если наносить вот данную сыворотку саму по себе, то кожа становится стянутой неприятной минут через 10. Если на ночь, то все то же самое. Заснуть просто вот с этой пленкой отвратительной на лице. Через эту сыворотку у меня почему-то не впитывался крем из этой же серии. Ну, то есть, я не вижу абсолютно эту сыворотку ни саму по себе, ни с кремом. Она никак не помогала работе крема. Она никак не увлажняла мою кожу. Но моя кожа, она абсолютно никак на моей обезвоженной коже чувствительной, она абсолютно никак не работала. Мне эта сыворотка не понравилась. Я не поняла, как ей все-таки пользоваться. Она не работала. Ну, вот никаким из вышеперечисленных способов она у меня не работала. Ни самостоятельной, ни вместе с кремом никак. То есть, к сожалению, у меня здесь, наверное, больше половины остается. Она уже, по-моему, поменяла цвет. Она до этого была более прозрачной. Сейчас она стала похожа на какое-то такое молочко. Выкидываю. Мне, честно, я даже не знаю. Мне не жалко, потому что все-таки она у меня была в наборе. Она маленькая версия у меня. Я побаловалась, не получилось. Ну, и бог бы с ним. Если бы я купила вот целую версию, там такая большая бадья, 30 мл. И стоит она, по-моему, что-то в районе 1800 по золотой карте в Ревгошу. Ну, честно, меня бы жаба, конечно, вообще бы задавила бы за такую вещь, которую абсолютно, я не знаю, как и где применить, платить такие деньги. Следующий продукт купила относительно... Нет, я начну, наверное, с продукта, который я купила, наверное, год назад. Я уже говорила о том, что... Ну, я не поняла, как им пользоваться. На моих волосах он не работает. Это вещь от Tony and Guy. Это Volume Plumping Whip. Это взбитый крем, который дает объем. На моих длинных волосах какого-то фантастического объема он не дал. То есть это вот такой вот... Ну, действительно, это как крем. Пахнет приятно, очень приятно. Пахнет отдать должное марке Tony and Guy. И дизайн очень крутой. И все это было в коробочке. По-моему, он был имитированный. Но, к сожалению, мои волосы никак, он абсолютно не поднимает. И, к сожалению, он... Мои волосы... То есть с данным средством они начинают грязь всю из атмосферы ловить. Скажем так, это называется. То есть они пачкаются быстрее. Все на них налипает. Они становятся такие, как... Ну, то есть оно ощущается на волосах. Если вы нанесли его, объема, видимо, мне не добавляет. К сожалению. И также у меня мама, которая волосы короткие, пользовалась этим средством. Она осталась тоже не в восторге. То есть я не понимаю, для кого создано средство. Ни на коротких волосах, ни на моих длинных волосах оно не работает. И... Ну да, оно приятное. Да, круто пользоваться для волос Tony and Guy. Но больше плюсов никаких. То есть волосы... Ну, я сказать не могу, что оно утяжеляет. Но они начинают быстрее пачкаться. Это факт. И следующий продукт также для объема. Это марка Cutrine Professional. Продается в Ревгоше. Root Boost Maximizer. Данное средство призвано для того, чтобы придавать объем прикорневой волосам, спрей для прикорневого объема, экстрасильной фиксации. Но из этого всего правда только экстрасильная фиксация. Потому что, как я понимаю, средство создано на основе лака или чего-то вот подобного. Поэтому оно отвратительно пахнет. Прежде всего оно спиртом отвратительно пахнет. Прям вот... Вот от него больше всего спиртом пахнет. После этого от него пахнет каким-то дешевым лаком для волос. И объем здесь 150 мл. Но у меня где-то за месяц даже меньше использовалась большая часть данного средства. Оно отвратительное, потому что оно склеивает волосы, во-первых. То есть, когда вы их укладываете, вам их тупо не продрать расческой. Во-вторых, сказать, что оно придает какой-то там офигенный объем, действительно делает львиную гриву. Нет, я так не могу сказать. К сожалению, оно этого не делает. При этом волосы у вас пачкаются уже на следующий день. И у вас такое чувство, что вы реально салом намазали волосы вот где-то до середины. Даже не то, что вы в корне намазали, вы человек ответственный, вы намазали до середины. То есть, такой реальный эффект, будто салом или еще чем-то таким намазали волосы. Далее. Что еще могу сказать? Вот как раз, когда они салом намазаны, да, у них объем есть и такой неплохой. Но куда вы пойдете, если у вас волосы реально такие жирные, сальные, вы, естественно, их пойдете помоете. Ну, то есть, как бы эффект от данного средства, он как бы уже все, он не нужен. То есть, я его честно не поняла, не приняла и не знаю даже сказать, что я как-то неправильно. Я его пыталась использовать и на сухие волосы эффект тот же самый. Я пыталась использовать на влажные волосы во время укладки. Вот укладку реально сделать тяжелее раза в три, потому что волосы, такое чувство, что сейчас выделишь все. Они склеены, они слипшиеся какие-то. Они уже к вечеру становятся грязные на ощупь вот так вот внутри. То есть, оно также помогает волосам собирать всю грязь из окружающей среды. Мне не нравится. То есть, отвратительный эффект и эффект объема самое, что обидное, нет. То есть, все вот, весь этот ужас вы терпите и зазря. Поэтому средства мне не нравятся, никому не советую. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях те продукты, которые из достаточно дорогого сегмента, которые вам не понравились, которые вызвали ужас у вас, чтобы я на эти продукты, скажем так, не обратила случайно свое внимание. Какие продукты вы не советуете ни в коем случае никому покупать. Это все. До встречи в следующих видео. Я, по-моему, буду очень сильно скучать. Все, целую. Пока-пока-пока.